Мы в Краснодарском крае. На берегу тихой степной речки Терпели. Глубины здесь небольшие, в среднем 2-3 метра. Течения практически нет. Местный рыболов Константин Богданов, кандидат в мастера спорта по спортивному рыболовству, пригласил нашу съемочную группу на рыбалку. Ловля на поплавочную снасть, правильная ловля, предполагает тщательную подготовку места ловли. Удобство для рыболова является определяющим. Сегодня я подготовил 3 маховых изилища от 5 до 8 метров. В данном случае это удочки фирмы Брискола, которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Сразу хочу показать, как крепится леска к таким удочкам, к удочкам такого плана. Здесь стоит коннектор. Он существенно упрощает задачу крепления оснастки к удочке и, соответственно, ее снятию потом в конце рыбалки. Сегодня я буду использовать основную леску 0,16 мм. Это позволит мне достаточно уверенно себя чувствовать в борьбе с даже среднего размера рыбой. На поводке я буду использовать леску на 2 единицы меньше, то есть это 0,14 мм. По плавке я буду использовать сегодня вот такой формы оливковой под бочонок. Если будет небольшой ветер поднимется или же течение, которое здесь присутствует, оно как раз, этот поплавок предназначен именно для этих условий. Он хорошо работает как на утоп, так и будет хорошо показывать подъем. Также он хорошо держит воду, что позволит мне опять же ловить более качественно, видеть поклевки даже самые незначительные. Крючки я буду использовать сегодня в Овнеровске. Это где-то от 11 до 8 номера по европейской классификации, что позволит мне как ловить небольшую рыбу с ладошку, плотву, густеру, подлещика, который обязательно будет клевать, так и если будет проскакивать карпик или карасик, вываживать его без особых проблем. То есть я в этих крючках уверен. Когда место подготовлено и снасти настроены, Константин приступил к замешиванию при кормке. Сегодня я буду использовать готовую смесь прикормочную карплайн-профи. Я ее постоянно использую, она меня ни разу не подводила. Я буду сегодня делать ставку на осторожную рыбу. Возьму два пакета универсальной прикормки, которая должна по идее привлечь всю рыбу, которая есть. И возьму один пакет холодной воды, которая менее насыщена ароматизаторами и активными добавками, но зато при этом более насыщена, чем универсальная, белковыми компонентами, которые сейчас так нужны рыбе. Получившаяся прикормочная смесь из трех пакетов у меня получилась достаточно темного цвета, темно-красно-коричневого цвета. По идее, этот цвет не должен отпугивать рыбу, которая вода достаточно чистая, и поэтому чем темнее сейчас будет цвет, тем лучше. Тем, значит, меньше рыбы мы сможем отпугнуть своей прикормкой. Слабый аромат, но при этом приятный, должен привлечь всю рыбу, находящуюся в зоне покрытия, ну, в зоне действия прикормки. Вот. Также, как всегда, добавляем малыми порциями воду. Чтобы прикормку доуложнять, надо всегда. Первый раз можно чуть больше, но последующие обязательно поменьше. И постоянно перемешиваем. Это нужно для того, чтобы получить однородную рассыпчатую смесь, которая при лепке шаров не будет образовывать плотных комочков и упрощать задачу рыбе по насыщению прикормкой и, как следствие, игнорированию насадки на крючке. В первый раз замешивая прикормку, доводим ее до состояния, когда она будет хорошо лепиться в одним шаром. То есть мы не переуложняем ее, не делаем ее сухой. Мы делаем ее такой, которая нам нужна. Вот мы первый раз увлажнили прикормку. Она на вид рассыпчатая, сухая, но при этом хорошо лепится. Это мы добились того, чего и надо было. Сейчас мы даем ей настояться минут 15-20, потом немножко добавим воды, уже непосредственно перед лепкой шаров. Лепим шары и бросаем их в воду. Пока прикормка доходит до нужной кондиции, Константин промерил глубину в месте, где собирается ловить. И из нескольких удилищ выбрал оптимально подходящее для этого место – 8-метровое. Именно в зоне работы этой снастью находилась интересная с его точки зрения бровка. Ну а дальше слепленная в шары прикормка отправляется в намеченное место. Ориентиром служит поплавок. Константин за один раз забрасывает всю заготовленную прикормку и так корм по ходу ловли производить не будет. По его мнению, это позволит привлечь осторожную рыбу. Прежде всего карпа. Также одной из важных составляющих вашего успеха является не только разнесение грузов, не только чувствительный поплавок и тонкие лески, но также и длина поводка. Сегодня я буду использовать 25 сантиметров. У меня длина поводка – это от крючка до грузиков. Это позволяет мне наиболее четко ловить и видеть поклевки рыбы. Насадка далеко находится от грузиков, даже от подпаска, что позволяет рыбе не видеть лишний раз этих грузов и более охотно брать и насадку. Первой пойманной рыбой оказалась невездесущая плотва, красноперка или подлещик. Вот первая рыбка. Берем под садчиком аккуратненько. Это, по-моему, небольшой карасик. Нет, небольшой карпик, но тоже неплохо. Через одну минуту после прикорки. Чувствую, пойдет клев сегодня, если так быстро начало ловиться. Ну а дальше, как и положено после стартового заброса, ловилась только белая рыба. Вот подлещик. Тоже ему понравился наш опарыш. Это подлещик. Джагу-джагу танцевал. Белая рыба, да к тому же нечасто клюющая, вынуждает Константина приступить к поиску активной рыбы. Он стал сдвигать поплавок и искать ее на разных горизонтах. Есть. Сегодня мы ловим на 8-метровое махоудилище, так как там находится бровка. Ну, не очень большая, но достаточно весомая, сантиметров 15. Поэтому я не вижу смысла ловить дальше и пока не вижу смысла ловить ближе этой дистанции. Единственной особенностью, что рыба у нас все-таки стоит чуть выше от дна. Не со дна, как должна ловиться, в принципе, карпики или карасики, а выше дна. Я могу это объяснить только тем, что еще не сформировалась до конца погода. Скачет давление, меняется ветер, идет дождь, светит солнце, то есть рыба, поэтому очень остро реагирует на это все. Только этим могу объяснить. Поэтому сначала мы начали ловить со дна, поклевок практически не было, там 1-2 рыбки в 15 минут. Это, конечно же, мало. Она должна ловиться значительно чаще. Вот. Когда мы подняли глубину, сантиметров на 20, от 1 крючок подняли, и сразу же пошли поклевки. В принципе, я считаю, что выбор с глубиной мы сделали абсолютно верно. И надо это учесть, что не всегда рыба ловится там, где должна ловиться. Она все-таки тоже живой организм, это и со своими законами, со своими привычками, прихотями и капризами. Еще одной прихотью рыбы была наживка. В этот день подводные обитатели предпочитали опарыша. Сегодня я ловлю только на опарыша, потому что считаю это самой оптимальной на данный момент насадкой. Но единственное условие, как бы у меня достаточно крупный крючок, потому что я рассчитываю все-таки иногда на карасиков или на карпиков небольших. Но при этом одного опарыша крючок на большой крючок я не советую насаживать. Все-таки будет количество поклевок намного меньше. Двух опарышей тоже будет холостых поклевок очень много. Это проверено опытом. Самый лучший вариант это, конечно, три опарыша, потому что, мое мнение такое, что рыба просто бьет центрального и попадается на крючок. Вот и все. Но сегодня и вообще, в принципе, я если не на одного ловлю, то на трех. На двух я практически не ловлю никогда. О, есть! Вот смотрите, как он жадно ест нашего опарыша. Как я и говорил, три штучки – самый лучший вариант. Обильный стол прикормки очень хорошо удерживал рыбу на одном месте. Жадные поклевки следовали одна за другой. Снова зеркальный. Едят опарыш очень жадно, заглатывают очень глубоко. Приходится пользоваться экстрактором. Даже не знаю, что было бы, если бы я его сегодня забыл дома. Снова зеркальный. Как всегда, беру по цачкам. Красавчик. Ошибкой большинства рыболовов является то, что при ловле маховой удочкой любой длины они очень сильно подсекают. То есть при ловле маховой удочкой не нужна сильная подсечка. Вы просто должны поднимать удочку, и удочка сама подсекает рыбу. То есть тут не нужно ни дергать, ничего. То есть вы просто чуть-чуть быстрее поднимаете удочку. Кончик мягкий, он сам подсечет рыбу. В случае же, когда наоборот, вы очень сильно дергаетесь силой, с большой прилажей, вы просто крючком разрываете губу рыбы. То есть если даже сразу она у вас не сходит, то у вас очень большая вероятность того, что вот эта разорванная часть губы рыбы в процессе вываживания все-таки выпустит, сорвется с нее крючок, и рыба просто уйдет дальше обедать в вашей прикормке. Рыбалка продолжалась, и садок Константина наполнялся с удивительной быстротой. Ну вот, за сегодня, за три часа, за стандартное время рыбалки, наш улов такой. Прикорка работает, снасть отличная. Вот, пожалуйста, и результат. Рыба хоть и не трофейная, но в количестве.